Привет, мы в Сан-Франциско, с вами Илья Карифан и Алексей Таварьян. Сегодня мы говорим о рабочем праве. Если вы работаете, неважно, вы в статусе легальном или нелегальном в США, и у вас есть какая-то дискриминация или недоплата, или вам не дают перерывы, мы сегодня об этом поговорим. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о... существует два вида перерывов, на которые работник имеет право. Первый перерыв, который я хочу осветить, это будет обеденный перерыв. Очень часто бывают такого рода нарушения, когда по тем или иным причинам работодатель не предоставляет перерыв работника. В таком случае, если работник является, опять-таки, hourly employee, то есть человеку платят по часам, он имеет право на эти перерывы, и он имеет право в случае непредоставления на компенсацию за все пропущенные перерывы. Итак, что же такое перерывы на обед? Ну, прежде всего, нужно понимать, что если вы работаете, скажем так, восьмичасовой рабочий день, достаточно стандартный рабочий день, то вы должны понимать, что после пяти часов работы вы имеете право на один обеденный перерыв. После десяти часов работы, если вы работаете больше, чем восемь часов, вы имеете право получать два обеденных перерыва. Очень часто задают вопрос, а что же такое перерыв, и как бы, как отличать, был ли у меня перерыв или не был у меня перерыв. Здесь важно понимать несколько вещей. Прежде всего, вы должны понимать, что перерыв должен быть не менее 30 минут. Некоторые работодатели позволяют своим работникам брать перерывы до часа, и это, конечно, очень хорошо с их стороны. Но бывают ситуации, когда перерывы предоставляют, но они, например, бывают, я видел ситуации, когда, согласно документам, мы видели, что перерывы были 15-минутные или 20-минутные. Это означает, что со стороны работодателя было нарушение, и далее последует, к сожалению, работодатель вынужден будет компенсировать работника. Еще один важный момент, который нужно понимать, это, что эти перерывы должны быть uninterrupted, что означает, что они не должны прерываться. Иными словами, бывают ситуации, когда люди обращаются и говорят, вы знаете, я, например, был на перерыве, но мне все время, например, звонил мой работодатель и говорил, ой, вот возьми там, позвони туда-то, или пойди забеги туда-то, сделай что-то. И все это выглядело так, что вот вроде у меня перерыв был, но вот я никогда не был, у меня никогда не было возможности вот 30 минут взять, например, там, книжку почитать или пойти по своим делам на полчаса. Я все время, меня все время дергали. Это очень важно, потому что если ваш перерыв все время прерывается, у вас этого перерыва не было, и он не будет квалифицирован как полноценный перерыв на обед. Бывают ситуации, когда человек работает, например, 5-6 часов в день, тогда люди тоже очень часто, работники спрашивают меня, что же в таком случае, на что я имею право. Важно знать одну вещь, что в таких случаях зачастую работодатель заставляет работника подписать так называемый waiver, что он отказывается от своего перерыва. И такие waivers имеют юридическую силу, но один момент, который здесь нужно понимать, что эти waivers должны быть в письменной форме. Очень часто бывают ситуации, когда люди говорят, да, мне вот сейчас мой эмплойер, мне говорит, что у нас же с тобой была договоренность, человек говорит, у меня никакой договоренности не было, я согласился там, например, на два раза. А сейчас он говорит, что я три года так работал, у меня была договоренность. Тогда, конечно, мы как адвокаты смотрим, существует ли какая-то договоренность на бумаге. И опять-таки, возвращаясь к тому, как обычно бывают нарушения с точки этих перерывов. Ну, самое распространенное, опять-таки, это когда просто человеку говорят, добро пожаловать в нашу компанию, но перерывов на обед у нас нет. Мы очень занятая компания, мы работаем, вы можете взять эту работу или не взять, но перерыва у вас не будет. Бывают ситуации, когда работник может говорить, знаете что, работайте без перерыва, но я вас отпущу на полчаса раньше. Это тоже нарушение. Бывают ситуации, ну, я уже тоже немного коснулся, когда работник может сказать, у тебя есть перерыв, ну, пожалуйста, поработай сегодня, вот поработай, нам нужно там, мы горим, нужно что-то сделать. Это тоже, к сожалению, нарушение. Бывают ситуации, очень часто я слышу, когда люди говорят, вы знаете, мне, вроде бы от меня работодатель отставал, но говорил, например, что кушай, пожалуйста, но далеко от своего стола не отходи. Вот здесь кушай, вдруг телефон зазвонит или вдруг ты мне понадобишься. Опять-таки, обязанность работодателя является, согласно законодательству, это является полностью освободить работника на его временный перерыв. Также очень часто бывают ситуации, когда мне люди спрашивают, ну, вы знаете, вот, например, у меня ситуация такая, что, когда я этот вопрос поднимал со своим работодателем, мне работодатель сказал, что, вон, у тебя есть employee handbook, вот где прописаны все наши policy компании, и там написано, что каждый человек имеет право на ланч, 30-минутный ланч. Раз это там написано, значит, что ты от меня хочешь, это твоя работа, этот ланч самому себе выискивать. Это неправда. Дело в том, что можно иметь, можно иметь это все на бумаге, но, опять-таки, все зависит от того, как компания себя ведет, потому что бумага могла быть составлена много лет назад, менеджмент мог поменяться, и уже все идет не так, как оно должно было идти на бумаге. Ну, опять-таки, да, и последнее, как бы, да, вот я немного этого коснулся, если бывают ситуации, когда человеку говорят, ты, да, вот у тебя, конечно, обед есть, возьми, сделай свой clock out, но вот у меня есть, ну, буквально там одна вещь, пожалуйста, сходи, там, буквально на 10 минут принеси мне там что-то. Вот, очень часто люди, которые занимаются стройкой, вот такие ситуации бывают. Это все нарушения. И последнее, что хочется сказать, люди очень часто спрашивают, если я вот не имел обеденный перерыв, на что я могу рассчитывать в плане компенсации? Компенсация, на самом деле, высчитывается достаточно просто. Если вы не имели перерыв на обед, вы заслуживаете выплату за один час вашей работы. То есть, иными словами, если вы получали, например, 30 долларов в час, и вы работали 5 дней в неделю, и у вас не было перерывов, все ваши финансовые потери начнут исчисляться таким образом, что вы получаете 30 долларов в час, умножаете на 5, это высчитывается за неделю, умножаете на 4, это высчитывается за месяц и уже высчитывается дальше. Но, помимо этого, конечно, существуют разного рода дополнительные пеналтиз, которые трудовые законодательства предусматривают, которые тоже будут использоваться против работодателя за нарушение, предоставление перерывов. И это тоже, разумеется, будет выражаться в форме дополнительной компенсации для работников. Друзья, если вы не знаете права и вас ущемляют, вы работаете на кэш или вы полурегал, у вас статуса нету, знайте, что у вас есть права такие же самые, как обычных американцев. Помните, пользуйтесь своими права, знайте, что вы люди и не позволяйте никому вас унижать, потому что мы живем в стране свободы и у нас есть защита. Друзья, если у вас есть вопрос, под этим видео есть ссылочка, обращайтесь, пишите прямо к Алексею, либо звоните по его телефону. Ну и на прощание хочу сказать, друзья, помните, вы живете в свободной стране. Да, я хочу сказать, что вы должны знать свои права, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете со мной связаться. Под этим видео вы можете найти ссылку, по которой вы можете мне написать, либо под этим видео вы можете найти мой прямой телефон. Всегда можете позвонить и буду рад ответить на ваши вопросы.